Анатолий, вот я сказал, что это был похоронен последний неизвестный солдат, но еще неизвестных много. Вы знаете, я, если вы позволите, начну чуть-чуть сначала. После того, как почетный комбат наш Семен Семенович упал в Верховную Раду и стал требовать расследования и суда над теми, кто довел нас до этого состояния. Очень изменилась риторика отдельных персонажей, которых вы уже называли, в частности господина Муженко. Сейчас что происходит? Сейчас идет целенаправленная дискредитация добровольческого движения. Не знаю, почему Тарас не сказал. Например, вот 6 декабря в журнале «Фокус» этот товарищ четко сказал о том, что батальон «Донбасс» в Лисичанске зашел в количество 50 человек и занимался две недели там мародерством, пока их не выгнали. Тарас, ты там был? Зря ты промолчал по этому поводу. Этот человек это кто? Муженко. По этому поводу мы подготовили обращение, вот видите, подписи бойцов батальона, тут порядка 12 листов. Значит, мы готовим обращение к министру обороны, к командующему нацгвардии, соответственно, генеральному прокурору по поводу попытки дискредитации батальона в этих событиях. Хотя в Лисичанске есть улицы, названные в честь погибших наших товарищей. А по Иловайску, значит, в общей сложности в Иловайской операции участвовало 334 человека из батальона «Донбасс». 98 человек погибло. 26 до сих пор числятся пропавшими без вести. Это просто тела не найдены. И 137 человек, которые были ранены. 145 человек попали в плен. Некоторые вышли буквально через два дня, которые сказали, что они из других подразделений. Некоторые сидели больше года. У меня было несколько вопросов к товарищу Муженко конкретно. Мы, естественно, всех приглашали, как вы понимаете. Да, я понимаю. Иловайск штурмовали не один раз. Первый штурм Иловайска был 10 числа, правильно? Туда заходили Азов, Донбасс и Шахтерск. После него удачные попытки отошли. Неделю занимались разведкой, подготовкой. И второй раз мы зашли 17 числа. Тарас говорит про 24 числа. А у меня вопрос по 18. Почему, зная, что два подразделения из четырех, которые должны были заняться штурмом этого города, не вышли на исходные позиции, не просто не пришли на штурм? Почему не оттянули Донбасс? Ведь получилось, 17 числа напоролся на укрепрайон Днепр-1. И за счет этого оттонул на себя сепаратистов. И мы зашли в школу и заняли свою позицию. А по диспозиции мы должны были операции закончить в один день. Защистить город, в котором было 100-200 сепаратистов. Вооруженные силы должны были... А как принималось решение войти в Яловайск? И кто принимал это решение? На тот момент официально я числился в батальоне командиром взвода инструкторов. После того, как 10 числа погиб Монгул, меня назначили заместителем комбата по вооружению. Монгол это? Это замкомбата был наш. Подзывной Монгол. Да, подзывной Монгол. Вот. Я был замкомбата по вооружению. Я присутствовал на инструктаже, на подготовке. В ночь с 16 на 17 число Семенченко и Филин на карте доводили до нас решение боевого приказа. Семен Семенченко, а Филин? Филин это подполковник Власенко, бывший начальник штаба батальона. Сейчас командует 46-м батальоном ВСУ. Ну, в принципе, решение...